Мистер Лиам был абсолютно счастливым человеком. Люди привыкли видеть его всегда с широкой улыбкой на лице. В свой последний день работы в пожарной охране он забрал домой годовалого Макса, щенка немецкой овчарки, которого он полгода назад вынес из горящего дома. Щенок быстро прижился у пожарников. У них даже появились свои приметы. Если Макс громко лает и ведёт себя беспокойно при пересменке, то заступивших на смену пожарников ждёт тяжёлый денёк. Когда Лиам решил забрать пса домой, никто из коллег не возражал, так как все понимали, что между ними особая связь. На первый взгляд у Макса был скверный характер. Пёс казался суровым и злым, но он кардинально менялся в лучшую сторону при виде Лиама. На пенсии бывший пожарный хорошо воспитывал Макса. Каждое утро он бегал с ним, тренировал его, учил разным трюкам и достиг больших успехов. Макс стал одной из самых послушных собак, о которых мечтает любой человек. Но через несколько лет произошло что-то неожиданное. То, что стало страшным ударом для семьи мистера Лиама. Однажды мужчина решил подняться на крышу, чтобы поправить антенну. Он взял свои инструменты и направился к лестнице. Но в этот момент Макс стал вести себя очень странно. Он прыгал вокруг и даже начал лаять на мужчину. Казалось, что он пытается помешать хозяину. «Дорогая!» Крикнул Лиам своей жене, и та немедленно подошла к нему. «Пожалуйста, забери Макса в дом. Он мешает мне работать. Думаю, он хочет, чтобы я с ним поиграл, но я занят сейчас». Супруга взяла пса за ошейник и с огромным трудом увела в дом, так как тот продолжал врываться. Прошло несколько минут и раздался крик. Вся семья выбежала на улицу. Это был крик Лиама. Он упал с высоты второго этажа и потерял сознание. Родные тут же вызвали скорую. Когда мужчину осмотрели в больнице, его родным сообщили страшную новость. Мужчина впал в кому из-за сильного удара головой, и врачи оценивали очень низко его шансы поправиться. Но даже так семья Лиама решила до последнего заботиться о нем. Они не теряли веру в то, что тот сможет прийти в себя. Они сделали все, что от них зависело. Забрали больного домой и наняли медсестру, которая ухаживала за ним. Прикованный к кровати глава семейства лежал неподвижно, опутанный трубками и проводами. Он дышал только за счет аппаратов, поддерживающих ему жизнь, а питательные вещества поступали ему через вену. Макс проводил целые дни сидя у кровати хозяина. Было очень тяжело видеть Лиама в таком состоянии. Деньги заканчивались, прошло много времени. Но несмотря на все старания семьи и врачей, мужчина ни на что не реагировал. Уже несколько лет он находился в таком бесчувственном состоянии. Никакие лекарства не могли изменить его состояние. Он не двигал ни одним пальцем, хоть семья и не хотела этого признавать. Содержание отца в таком состоянии было достаточно тяжело и дорого. Пес проводил все время в комнате, не отходя от постели хозяина, который когда-то спас его, когда он был еще щенком. Однажды при очередном осмотре врач сказал родственникам, что будет гумания и для Лиама, и для родных прибегнуть к эвтаназии, чтобы он мог перейти в лучшую жизнь. Супруга больного начала плакать и закрывать лицо руками. Ее горе было огромным, ведь ей нужно было проститься с любовью всей ее жизни. Дети тоже были подавлены новостью, но в глубине души понимали, что отца уже не вернуть. Макс тихо лежал в углу комнаты, слушая все, что говорят, но никто не обращал на него внимания. Для них он был просто собакой, которая ничего не понимала в происходящем. Врач сказал, что не сможет провести процедуру в доме и что им нужно привезти больного в госпиталь на следующий день, чтобы ему ввели инъекцию. В эту ночь семья не могла спать, даже Макс, который был до утра не переставая. На следующее утро прибыли санитары, чтобы забрать Лиама. Семья уже успела проститься с ним, они понимали, что как бы горько им ни было, они должны отпустить его, чтобы тот больше не страдал. Но когда санитары вошли в комнату мужчины, Макс, огромная немецкая овчарка, начал яростно лаять на них. Он как будто сошел с ума рычая и показывая клыки. Никто из санитаров не осмелился войти в комнату. Это было странно, ведь пес вырос очень спокойным и мирным, и был уже давно не щенком. Повзрослев, он стал относиться ко всем окружающим добродушно и никогда не вел себя так даже с незнакомцами. Однако по его хвосту не было заметно, что он собирается атаковать. Старший сын Лиама схватил собаку за ошейник и вывел его из помещения, так как было опасно оставлять его рядом с врачами. Санитары, немного успокоившись, смогли перенести больного в машину скорой. Когда машина поехала, Макс стал вырываться еще сильнее, так что смог вырваться из рук сына Лиама. Пес бросился вслед за скорой, направляющейся к больнице. В этот момент жена Лиама, София, вспомнила, что пес вел себя так же в тот день, когда ее муж собирался подняться на крышу. «Возможно, он пытается нас о чем-то предупредить. Мы должны обратить внимание на него», – сказала София. Но дети ей не поверили, так как были слишком расстроены происходящим. София села в машину и поехала в больницу, веря в то, что Макс пытался ее о чем-то предупредить. Когда она приехала, то увидела, как пес прорвался в больницу через охрану, так как все окружающие его боялись. Женщина поднялась в палату и увидела, как пес повалил на пол врача. Тот кричал, «Немедленно уберите этого пса! Позвоните в службу контроля животных! Я не хочу больше видеть его здесь!» Но в этот момент аппарат, к которому был подсоединен мистер Лиам, издал резкий звук. Все испуганно оглянулись, чтобы посмотреть, что происходит, и неожиданно увидели, как мужчина пошевелился. Слабым голосом он сказал, «Отпустите моего пса! Не трогайте его!» Все были в шоке. Никто не ожидал, что Лиам когда-либо придет в себя. Его супруга разрыдалась и позвонила детям, чтобы сообщить им радостную новость. Врачи не могли поверить в то, что происходит. Макс сразу стал вести себя очень спокойно и легко дал Софию увести себя из палаты. Врачи осмотрели Лиама и выяснили, что тот вернулся к жизни и практически полностью здоров. Это было настоящее чудо! Столько времени спустя Лиам наконец-то вышел из комы. Врач не мог понять, как все это могло произойти. У него были смешанные чувства. С одной стороны, он был рад, что пациент вышел из комы. С другой стороны, он чуть не вел ему смертельную инъекцию. Но благодаря Максу все закончилось хорошо. Мы не можем знать, как происходят такие вещи и как животные могут чувствовать их. Но стоит обращать больше внимания на их чувства. Не зря говорят, что собака лучший друг человека. На этом все, друзья! Делитесь этой историей с друзьями и близкими. Пишите комментарии и ставьте лайки. До скорого!